приветствую вас друзья с вами тарас березовец самопровозглашенный президент а по сути последний диктатор европы александр регорович лукашенко устроил шоу для своих любимых пропагандистов раскрыв ни много ни мало вселенский заговор почему вселенский заговор потому что он обвинил ни много ни мало в покушении на себя любимого западные спецслужбы в частности спецслужбы сша франции и куда же без них деться украинских националистов фашистов которые должны были его человека которого по его собственному утверждению любит весь народ беларуси убить а его любимых детей похитить и спрятать где-то в подвале гломельской области что же произошло на самом деле есть в британии такое очень популярное комедийное шоу называется шоу монти пайтона она правда уже не снимается но старые серии популярны до сегодняшнего дня это такая комедия ситуации комедия положений очень смешное шоу в идиотическом британском стиле так вот я думаю что если бы нашу монти пайтон вышла пресс-конференция александра лукашенко она по рейтингам наверное превзошла все возможное до того снятая почему предположение инсинуации с которыми выступил белорусский диктатор ну безусловно позабавили американские и польские спецслужбы госдеп сша уже на это отреагировал отреагировал в том духе что конечно мы могли представить все что возможно услышать из уст белорусского диктатора но обвинение в том что мы хотели организовать его убийство до еще 9 мая на так называемый день победы но извините ребята это уже за грани находится это уже пересечение всех возможных красных черт в чем же белорусский диктатор обвинил своих оппонентов обвинил он их в первую очередь в том что политолог александр федута и адвокат юрий зинкович совместно с лидером партии бенов григорием костусевым готовили немного немало военный переворот с целью убийства александра лукашенко этот самый военный переворот должен был состояться в день победы планировалось договориться с оппозиционным внимание слушайтесь оппозиционно настроенными белорусскими силовиками договориться с ними о блокировании омона захвате радиостанции и при удачном стечении убийстве диктатора похищение его детей которых лукашенко утверждает должны были спрятать где-то в подвале в гомельской области при этом очень забавно было наблюдать как во время этой самой пресс-конференции лукашенко перепутал и не мог в конце концов определиться кто же из американских спецслужб планировал похищение его дорогих детей сначала он сказал фбр а потом сказал может быть цру ну для людей знакомых с кухней спецслужбы частности американских это утверждение уже выглядит как минимум как дилетантская а по сути раскрывающая дезавуирующая всю карнавальность всей этой истории с так называемым покушением на лукашенко но прекрасно понятно что федеральное бюро расследований это американская контрразведка которая проведением диверсионных операций тем более за границей в принципе не занимается их задача они ловят террористов они ловят коррупционеров и не ловят шпионов цру теоретически теоретически могло быть действительно причастны и они действительно проводили десятки операций цветных революций по смене режимов убийству политических оппонентов сша за рубежом это не является секретом но то как лукашенко терялся в версиях явно говорит о том что он до конца сам не разобрался что же в действительности произошло обвинить политолога юриста в том что они должны были готовить военный заговор и вдумайтесь куда же они поехали плести сети этого заговора не в польшу не в сша где им проще всего правда и безопаснее это было нет по странному стечению федута который кстати работал в избирательном штабе лукашенко с ним прекрасно знакомы написал даже книгу лукашенко политическая биография она у меня кстати есть даже стоит на полке интересная книга вот этот человек который долгие годы сотрудничал с лукашенко у него какая-то карма значит то его цепкало придает теперь федута готовят против него вооруженное восстание они поехали договариваться в москву под самым неусыпным окон тех самых кремлевских спецслужб то есть думаетесь в эту историю поехали в москву встретились гражданин сша зенкович у которого два гражданства и белорусская и американская поехали в москву встретились федута и там в ресторане в ресторане это действительно место где плетутся заговор она безопасно провели совещание более того они проводили совещание в зуме где все сделали видеофиксацию своих преступлений они договаривались как кого вербовать как захватывать власть как убивать лукашенко как похищать его детей но это в принципе именно то чем занимаются заговорщики в подобное время это приблизительно как если бы во времена иосифа сталина какие-то люди там аля берия захотели его убить и похитить они бы наверное проводили совещание на даче сталина но это удобное место согласитесь плести заговоры об убийстве сталина на его даче ну или не знаю в кремле например провести такую встречу тоже было бы логично правда в кремле же никто не подслушает то есть идиотизм этой ситуации зашкаливает самого начала но лукашенко это не смущает эта ситуация выглядит до него абсолютно логично и более того то порча очень смешно свои усики в очередной раз диктатора пообещал всем кровавую баню он сказал что просто перья и пух полетят в сторону если похитили бы моих детей держитесь готовьтесь значит вас ждется ждут самая страшная кара выглядело это конечно очень карнавально ну и самая главная роль на российских спецслужб которая всю эту историю расплили и фсб которая зафиксировала все эти разговоры федута зенковича и которой правило задержание их в конечном итоге передала их передала их позднее белорусскому кгб вот эта вся история и роль сам на главном российских спецслужб она наводит на определенное умозаключение они заключаются в первую очередь том что с одной стороны как я уже говорил белорусским спецслужбам и руководителю как бы тертелю очевидно выгодно держать лукашенко под полку колпаком его выгодно держать в постоянном состоянии постоянного страха и стресса поскольку утверждение о том что он постоянно находится под угрозой убийства похищения тем самым повышают статус тертелей как бы глазах сама лукашенко делают себя нужными и самое главное человека лукашенко они делают намного более управляем читаем эту ситуацию ровно также с российскими спецслужбами фсб собственно говорят достаточно давно поднатрели в сшивание белыми нитками различного рода заговоров дел правда там не додумались пока пока не додумались чтобы раскрыть заговор с целью убийства путина или похищение его дочек но я думаю все это впереди и я уверен что владимир путин который собственно говоря и дал команду провести всю эту инсценировку на самом деле преследовал несколько очевидных целей во первых зная параноидальность лукашенко и в то что он не поставит никогда под сомнение то что его кто-то хотел похитить убить провести военный переворот с одной стороны он ему показал что он находится в состоянии постоянной угрозы б он показал ему что он владимир владимирович его спас и только его воля и российские спецслужбы вас позволили предотвратить это страшный заговор с целью убийства лукашенко более того введение во всю эту историю шпионскую фактора детей а мы понимаем что для такого человека как лукашенко фактор его детей в первую очередь коленьки младшего сына он параноидально зависим от него и мы видим насколько он трепетно относится естественно вопросы безопасности коленьки это идея фикс для белорусского диктатора введение в эту историю его детей в первую очередь коленьки а вскользь лукашенко кстати упомянул на этой пресс-конференции это еще надавить знаете как на одну где его кнопка ури где его кнопка так вот эта кнопка дети и коленька эта кнопка лукашенко на которую надавил вы всегда получите нужный результат то есть психологически русские спецслужбы и путин все просчитали верно а зацикленность лукашенко на собственной безопасности б зацикленность лукашенко на безопасности его идей детей в частности младшего сына и третье введение в этот дискурс кого естественно злобных западных спецслужб но кто же может убить лукашенко но не фсб же которая травит и убивает людей по всему миру не гаэру которая травит в солсбери конечно это должен сделать американские спецслужбы и польские логично и украинские националисты фашисты то есть пазл в голове лукашенко должен был совершенно сложиться его хотели убить хотели убить его детей и это готовили цирушники совместно с польскими спецслужбами и украинскими нами все красиво знаете так вот складывается все воедино картинка и на выходе мы получаем управляемый знаете как с джойстиком сидит владимир Владимирович и так как бы забавляясь кабинете нажимаю просто на кнопочки на джойстике управляет александром регоровичем тут единственный вопрос который не раскрыт тема не раскрыта и для меня пока на сегодня непонятно роль этого самого политолога федуты который долгое время напомню сотрудничал с лукашенко и то как он очень странно подставился обычно но мы не знаем до конца всех нюансов этого дела тут есть две версии или полнейшая глупость наивность этих людей федут и зенковича и касту всего которого не вовлекли в эту историю ну может быть человеческая глупость на самом деле пределов не имеет все могло быть но то как это все обсуждалось вот эти нюансы то что выложил белорусский государственный канал онт но прямо проговаривание вещей но я вам скажу ну вы прекрасно просто понимаете друзья и когда обсуждаются вопросы к устранения или каких-то операций всегда даже если люди уверены в том что их не прослушивают во первых они не сидят в ресторанах это 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 априори они встречаются где-то на открытом воздухе в парке где угодно там где есть возможность осмотреться и увидеть безопасно ли проведение разговоров но это такое дело никто не будет использовать реальных имен какие-то завалю завалированные вещи вместо убить там допустим там будут говорить там решить там завалировать прикрепить все что угодно никто не будет называть нереальных имен не фамилии не тому подобное тут полный расклад знаете как просто как для дебила прямо вот лукашенко это лукашенко убить это убить похитить это похитить и вот вторая версия на нехорошая кто-то в этой истории скорее всего сыграл роль павлика морозова не знаю федута наиболее очевидный наверное ответ возможно зенкович не знаю или кто-то еще третий в этой истории тот кто был инкорпорирован спецслужбами и сыграл роль такой пацаны утки которые собственно говоря всех и вывел выводил на такой звук какая-то должна была быть провокация я уверен рано или поздно имя этого павлика морозова мы узнаем думаю многие в белорусской оппозиции догадываются кстати тихановская уже прокомментировал этот скандал нет она мне немножко не понравилась ее такая вялая реакция она не дала акцентированного ответа там а это а б это б ц ц ц ну к сожалению как всегда она вот так вот знаете не нашим не вашим прошла как говорят в украине миш крапольками между каплями дождя прошла а нужно здесь быть очень четким и давать четкие жесткие политические оценки ну самое смешное конечно название от операции операция тишина которая не придумали я имею ввиду кгб фсб они придумали что целым звонить это люди которые выросли на фильме 17 нояне весны и конец операции резидент помните был такой советский боепик операция резидент конец опера провал операции резиденты конец операции резидент тут мне кажется такая история конец операции тишина выглядит комичным но самое главное что плебс все равно схавает и в россии и в беларуси какая-то часть людей в эту ересь конечно же поверят но а нам друзья со стороны остается только развенчивать эти фейки и понимать насколько убого выглядят все эти теории заговора теории покушений которые раздувают российские и белорусские спецслужбы которые между собой знаете как сиамские близнецы разделиться не могут спасибо друзья за ваше внимание спасибо за вашу активность я чувствую каждый день и ваши подписки поддержка на патреоне этому доказательства кстати подписывайтесь на мой патреон в ближайшее время с вашей помощью мы запустим несколько новых проектов частности проект интервью которые будут выходить на моем канале в прямом режиме ближайшее время увидимся на прямом сто тысяч нам стримим очень быстро выросли продолжаем это делать благодаря вашей поддержке друзья с вами был тарас бризовец и до новых встреч